В завершении выпуска состязания «Хартик Док» под таким названием «Центр арктического туризма» впервые в регионе прошел конкурс для владельцев собак. Вместе со своими питомцами они соревновались в четырех испытаниях. Лучших определяла специальная комиссия. Кто стал победителем, знает Владимир Рожин. Этому симпатяги породы бишон фрезе по кличке Ральф два с половиной года. Еще совсем маленьким Вера Шабанова привезла его из Сибири. Сын девушки всегда мечтал о собаке. Со временем конкурсантка и сама сильно привязалась к пушистому четвероногому. Хотелось что-то такое маленькое, красивое. И вот, в общем, искали, искали. Нашла в интернете и решила приобрести. Сначала хотели в Москве, но как-то так не получилось и пришлось ехать в Сибирь. Она просто куплена для семьи, как член семьи и все. Александре Талееву ехать в Сибирь не пришлось. Птишку, так зовут ее собаку, она взяла из местного питомника. Этот пес с крайне непростой судьбой. Несколько безответственных хозяев, бродячая жизнь на улице и неоднократное попадание в питомник. Ну, очень много всего навидался и побывал в мусорном баке. И возвращали обратно его в приют. В общем, много чего. И жил в наборнике, можно сказать. Потом мы решили как-то... Я вообще хотела взять девочку из приюта. Ну, и уже взрослую девочку. Ну, так получилось, что как-то совпало, что пришлось взять его. Очень стало жалко. Всего на Арктикдок заявилось семь участников. Среди главных требований к претендентам на победу в собачьем конкурсе были видпаспорт со всеми прививками и наличие поводка. Владельцы должны будут рассказать о своих питомцах, как они живут дома, все ли у них хорошо, все ли получается, есть ли какие-то нюансы. И также собаки должны будут продемонстрировать то, что они умеют. Сидеть, стоять, апорт, танцы, все что угодно. Это уже на усмотрение хозяев, чем они могут удивить судей и гостей. Также для четвероногих подготовили полосу препятствий. Она включала в себя такие испытания, как слалом, горка, планка и качель. Навыки и умения собак оценивала специальная судейская комиссия. Мы смотрим, как собака, какие команды там умеет делать, как она их выполняет. В принципе, это отношение судей к собаке и чистое дело впечатление, как понравилось. Как оцениваете подготовку собак на данном стадии? Ну, это же не профессиональный конкурс, это любительский. И собаки не участники каких-то выставок. И у нас, в принципе, мероприятие такое любительское. Поэтому собаки все, видно, что они очень любимы хозяевами, хозяева ими гордятся, и, в принципе, у них все получается. Кроме того, организаторы необычного турнира привлекли внимание зрителей и к проблеме безнадзорных животных. Во время соревнований все желающие могли оказать материальную поддержку приюту для бездомных собак. Что касается результатов конкурса, то по итогам соревнований первое место заняла Вера Шабанова и ее четвероногий друг Ральф. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, Телеканал Север.